В Лондоне закончились 30-е летние Олимпийские игры. Героев и участников Олимпиады еще долго будут вспоминать, анализировать их выступления, делать ставки на их будущие спортивные достижения. Тверской регион также не остается в стороне от дискуссий. Часть верхневожья в Лондоне защищали два грибца, легкоатлет и конник. В одной из следующих передач мы расскажем о медалистах Игр-2012 Илье Первухине и Юрии Постригая. А сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с участником Лондонской Олимпиады Богданом Песчальниковым и его женой Ольгой Ивановой. В олимпийском турнире по легкой атлетике Богдан Песчальников остался вне финала в метании диска, показав в квалификации 15-й результат. Богдан послал снаряд на 63 метра 15 сантиметров. Квалификационным нормативом в этом виде у мужчин было расстояние в 65 метров. Не пройдя в финал Лондона, Песчальников вернулся в Тверь к семье. Когда страсти внутри спортсмена немного утихли, Богдан рассказал нам о своем выступлении в столице Великобритании. Я думаю, что в сравнении с Пекинской Олимпиадой был сделан шаг вперед по некоторым вопросам техническом исполнении, моральном, психологическом. А некоторые моменты были упущены в процессе подготовки, которые восстановить за последние месяцы не удалось. Из-за этого, я считаю, такое выступление у меня получилось довольно-таки не очень удачно, но хуже, чем в Пекине. Насчет моральной подготовки спортсменов мнение Богдана вряд ли отличается от точек зрения других олимпийцев. Психологическая подготовка и моральная – это довольно-таки серьезный вопрос, которым заниматься стоит не последние месяцы, а на протяжении всей своей спортивной карьеры. И относительно себя могу сказать то, что у меня, допустим, психологическая и моральная подготовка была на довольно-таки приличном уровне. Потому что это, во-первых, не первый старт для меня, не первая олимпиада, можно даже так сказать. И были старты и за границей, и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Пищальников отметил, что после изнуряющей работы спортсменам необходима разгрузка, отдых. После столь напряженного сезона, да, может в каких-то моментах он не получился, необходимо просто и психологически, и физически отдохнуть. Супруга Пищальникова и участница Олимпиады 2008 в толкании ядра Ольга Иванова рассказала, как в Твери их семья болела за Богдана. За выступлением отца смотрели шестилетний сын Игнат и годовалая дочка Василина. Впечатления такие, что легче самой, наверное, выступить не один раз, чем смотреть за близкого человека, болеть. Переживать очень сложно. Очень переживали и дети, и я, конечно. До последнего надеялись, что Богдан выполнит квалификацию, конечно. Игнат так, поскольку Василина, например, Анатольевна мое нервное напряжение почувствовала. Она вот, по идее, должна спать была, а она не могла уснуть, пока Богдан не начал метать. Первую попытку он отметал, и она уснула спокойно. То есть она, видимо, нервное напряжение мое, там дед еще присутствовал, тренер Богдана. И она это все почувствовала, и поэтому у нее немножечко нервишки-то тоже поиграли. Также Ольга рассказала, что сама она с профессиональным спортом закончила. Сейчас Иванова посвящает время семье и учебе в ВУЗе. Но они отбрасывают мысли о продолжении карьеры в качестве тренера. Если будут условия для тренировок детей, да, молодых спортсменов, то я подумаю об этом. Сейчас некуда детей приглашать. Я понимаю, что наши тренеры, они работают, да, вот те энтузиасты, которые были 20 лет, они сейчас работают. Но я, наверное, не такой энтузиаст. То есть я хочу, чтобы ребята приходили на хороший стадион, на хорошую площадку. Пусть это будет даже не стадион, пусть будет просто хорошая площадка с хорошей раздевалкой, с хорошими условиями, чтобы родители не переживали, как они дойдут, где они там будут тренироваться, где они побегут, по дороге или не по дороге. Вот, тогда да, тогда я подумаю о том, что, может быть, будут тренировать детей.